Русские новости Русские новости Весами, которыми заполнена у нас вся страна Весами большевизма Уж, конечно, Колчаку стоит поставить и не один памятник И вот это бесовщина Взяли и сломали этот памятник В Башкирии, если не ошибаюсь То есть какой-то местный предприниматель-энтузиаст поставил, взяли-уничтожили. Кто уничтожил? Хотелось бы, конечно, знать фамилии. При хорошем раскладе эти люди должны просто висеть на фонарях. При плохом раскладе, а может быть это лучший расклад по закону, они должны как вандалы получить уголовные сроки довольно приличные. Наверное, законный подход лучше, но один из подходов законных – это казнь через повешение вот таких кощунников, проходимцев, которые ритуально оскверняют русскую историю. А это было ритуальное осквернение, в этом нет сомнений. И те, кто лопатой там махал, и технику подгонял, и те, кто решение принимал, они, конечно, все полные подонки, и уничтожение таких негодяев является просто одной из целей русских людей. Тех, которые остались. А осталось очень немного, поэтому это все такие фантазийные мечты, как бы нам расправиться с нашими врагами. Ну вот Путин нанес удар по России и русским так, что просто кости затрещали со всей этой коронавирусью. И какой ответ? Ответа никакого. Нулевой ответ. Все добровольно оделись. У нас точно так же, как снесли памятник, и все это пережили довольно спокойно. Никто не сказал, что это за мерзавцы, кто там всем этим воротил. Ну это же можно узнать. Люди, которые там рядом живут, что-то видели, кто-то что-то слышал, где-то есть какие-то постановления вынесли. Можно заявление написать об акте вандализма в полиции. Вам ответят, кто принял решение добиться просто этих фамилий, этих людей с портретами, опубликовать. Слава Богу, в социальных сетях это можно сделать. Но надо базу данных по негодяям-то собирать. Ответ ноль, ответ ноль. И так же с этой коронавирусью ответ нулевой. Вас всех унизили, вас всех, ваш социальный статус продемонстрировали. Вы рабы, вы ничтожество, вы ходите в намордниках, ну просто анекдот какой-то. Ах, в других странах тоже. Какое нам дело до других стран? Нам дело до нас, до нашей страны, до России, до русской судьбы. А во что мы превратились? Во что мы превратились? В каких-то патологических трусах. Нет, ну я не осуждаю. Я понимаю, что человек приходит в магазин, ему говорят, одень маску. И ему, ну, по крайней мере, некогда. Он думает, ну вот сейчас я сцеплюсь там с этим охранником. Меня не пустят. Я не куплю продукты. Мне, куда мне деваться, я не знаю. Ну, быстренько там одел маску, пробежался, проплевался, проругался про себя и все. Но ответ-то, конечно, не в этом. Не в том, чтобы с каким-то там отдельным идиотом, охранником припираться. Или там писать какие-то жалобы, которые, в общем, в пустоту уйдут. Понятно, что полное беззаконие. Понятно, что по беспределу действуют. А губернатор решил. А Путин сказал. А закон где? Где закон, чтобы штрафы там брать какие-то? Это что за вот этот, ну да, вот такие рекордсмены у нас? Подонок Собянин, подонок Воробьев. Москва и Московская область. Это конгломерат подлости. Ну, чиновники это просто сплошная мразь. На всех уровнях и, ну, там просто живого нет места. Вот приняли решение. Он где-то там принял решение. Закон где? Где закон? Где закон административной ответственности, чтобы там брать какие-то штрафы. Вы откуда все это взяли? А вот он решил. Он губернатор, он решил. А полицай принял к исполнению. Как такое может быть? Полнейшее беззаконие в стране. Я же не говорю обо всем остальном. Как грабили, так и грабят. Кому война, кому мать родна. Кому эпидемия, кому-то набивать карманы. Вы думаете, чем они занимаются? Они занимаются только этим. Вы думаете, борются с какой-то эпидемией? Да ее просто нет. И они прекрасно это знают. Нет никакой эпидемии. Вирус есть, эпидемии нет. Масштабы этой эпидемии ничтожны. Ничтожны в сравнении с теми, которые каждый год бывают, а то и по несколько раз. Вся Москва болеет каждый год. Вся. Ну просто 100% людей заражаются в метро от разных сезонных инфекций. С этим кто-нибудь борется? Никогда не бороться. Плевать им на ваше здоровье. А вам-то на свое здоровье не плевать. Ваш ответ какой? Как я уже говорил, ну мало того, что у тебя Путин, президент, ну ты бы хоть курить-то бы бросил. Вот хоть какой-нибудь ответ. Вот против вас организуется сейчас массовое истребление людей. Вот через вакцинацию будет массовое истребление людей. Сама вот эта эпидемия, это массовое истребление вообще какой-либо рациональности в ваших мозгах. Какой ваш ответ? Вы продолжаете верить во все это. Вы разговариваете только об этом. О чем-нибудь другом. О жизни, о смысле, об истории, о литературе. Все, нет никаких разговоров. Есть только разговоры о том, что ах, эпидемия, ах, как мы устали. И все это вот нытье бесконечное. Вам предлагаешь другую тему разговора, так не с кем говорить. Все темы абсолютно исчерпаны. Вот это русский ответ, это русская новость о том, что никаких новостей нет. И разговаривать не о чем, кроме как о той повестке, которая навязана самыми отчаянными врагами. Путиным и компанией. Но это же самые отчаянные наши враги. Вы им продолжаете верить. Как это можно? Как можно продолжать верить вот этой негодяйской компании? Караденечка, закончу. Ответ должен быть. Каждый должен свой ответ сформулировать, сформировать в своем стиле жизни. Ну ладно, надели вы раз-два намордник, придется, да? Ну придется. Перчатки там надели и так далее. Ну вы, это же вас не спасает от беспредела, правильно? А что спасает? Я не вижу никакой реакции, которая была бы спасительной. Она нулевая. Хотя люди стали понимать, что есть разделение на идиотов и подонков. Вот они по одну сторону, они добровольно с этими масками, они все это обсуждают, и для них все это интересно. И есть все остальные, которые воспринимают это как оскорбление, как посягательство на честь и достоинство, как посягательство на убийство просто. Потому что все то, что делает власть, это все во вред. Вообще все. Все, что они делают абсолютно. Они открывают там новые какие-то госпитали, они все делают во вред. Я еще не удивлюсь, что это просто место умерщвления людей были. Мы разделились. Разделились. Надо увидеть эту грань и сделать следующий шаг. Этого мало увидеть. Следующий шаг это создание социальных структур, общественных структур, которые объединяют людей в общем деле и в общей позиции. Это легко сейчас делать через социальные сети, но в этом никто не хочет участвовать. Трипологией заниматься это пожалуйста. У каждого есть свое мнение. Я согласен, я не согласен. Да погоди соглашаться или не соглашаться. У тебя же в голове еще ничего нет. Ну ты хотя бы по теме, по которой суждение высказываешь, ну хоть чего-нибудь узнай. Как правило ничего нет. Вот это чистые мозги, зато мнений полно. Хоть по вирусу, хоть по русской истории, хоть по Сталину, хоть по там не знаю неуязычеству, хоть по христианству, хоть по там не знаю строению вселенной. Вот по любому поводу высказывание может быть при полном отсутствии знаний. Господа, ну один из ответов, ну возвращайтесь к рациональности. Ну возвращайтесь к какому-то рациональному поведению. Есть люди знающие, есть не знающие. Не знать не стыдно. Стыдно не хотеть знать и продолжать высказываться. Сколько же можно читать этот бред 90% всех комментариев в сетях? Это бред или сквернословие, какая-нибудь пакость. Вот это и есть содержание вашего ответа Путина. То есть вы такие же, как он. А может даже еще и похуже. Потому что он уже там, а вы все, а вы может быть так мечтаете. А вот если бы я там был, я бы и дальше. Это наша цепочка самых мерзостных мечтаний. Давайте от этого уходить. Давайте возвращаться к тому, что мы русские люди. Мы должны вновь стать русскими людьми. И тогда мы вновь станем русским народом. И сметем этот поганый режим, эту поганую власть. Слава Руси! Господи, спасибо!